По тем вестям, которые я получаю из России, сейчас вообще в этом мирке профессиональном, даже в мире, там достаточно много людей, там вообще тоже ситуация поменялась в музыкальном. Сейчас у музыкантов, которые остались в России, причем даже если коснуться, наверное, больше музыкантов, знаешь, таких вот наемных музыкантов, сессионщиков, вот так, у них стало работы даже больше. То есть там пошли в Россию уже хлеба. Вот это история. Вот это история. И также люди сидят в кафе. Это не к твоему разговору, что там девушка в кафе говорила шоктом, а к тому, что все равно там подают, наверняка же там подают тот же самый термису, тот же самый фламбар, шманжмэ, фога. И шурму. Несмотря на то, что шурму. Все равно там самое лучшее метро, если про Москву, да везде. Там подходят автобусы по расписанию. Нам же лучше метро, чем здесь, у меня, в Нью-Йорке. А, и поезда чаще ходят, и станции, и дворцы. И все это происходит. Так мало того, что, так еще и хлеба пошли у музыкантов. Потому что до черта таких уродов, как я, уехали. Ну, ребята. Это правда. А, кстати, упомянули вы сына, он придет в субботу в Йота Спейс Клаб? Не, не знаю, он, что-то у него прямо сейчас своя летняя тусовка. Вот, я ему дам знать, так, маячок, но не навязчиво. Потому что я слышал одно и то, что он любитель такой тяжелой достаточно музыки, хэви-метал. Или это уже прошло, или это уже устаревшая инфрация? Ну, я не знаю, насколько это прошло. То есть, современный тяжелый звук. Поэтому, ну, хэви-метал никогда не стареет. Но я не думаю, что именно этим и только этим ограничивается музыкальный интерес этого молодого джентльмена. Я, кстати, в вашем фейсбуке видел в день рождения поздравления от музыкального журнала, известного. Во-первых, я удивился, что вам 47, потому что, в общем, вы выглядите на 27. Спасибо. Спасибо, наверное, папе с мамой, потому что я не имею никакого отношения. А вот, и там было написано, что вы продолжатель дела группы Спаркс и гений само-пиара. Поскольку вы не удалили эту запись с фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим. Сготовиться составляющей насчет Спаркс или насчет гений само-пиара? Нет, с каждой из них. Но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали, как коллектив ногу свело, я очень сильно был увлечен группой Спаркс, и не только я. Моё увлечение разделял наш гитарист Игорь Лопухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы. Как, ну, уж на 100% точно не совпадают. То есть, правда, в разговоре о Спаркс есть. Вот что касается гений само-пиара, ну, знаете, это просто очень сказано лестно и громко, ну, если... ну, да, хорошо. Поэтому всегда второе слово можно отбросить, сказать, просто гений. Ну, это мне уже прям вот реально совесть не позволяло так далеко зайти. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.